доброго времени суток очень хочется мне посмотреть обыски киево-печерской лавре и как дальше будут развиваться события для самой лавры и так обыски это что но это действие агрессивные конечно действия с определенной целью может быть даже где-то напугать может быть еще что-то но весьма весьма агрессивные весьма понятные всем кто бы чего там теперь не пытался интерпретировать или чего-то сказать так как начинает происходить серьезные перемены видимо поэтому решили вот такой вот устроить демарш как с этим сейчас складывается ситуация самой лавре можно сказать что в принципе довольно таки благоприятно оба ну обошлось в какой-то степени до или обойдется в ближайшее время будет более понятно смотрите вышли 4 из 4 карт вышли 4 старших аркала попробую приблизить то есть для принципе для лавры на данный момент это очень и очень важное событие которое конечно приведет каким-то последствием каким-то может быть где-то и не совсем хорошим последствием но на данный момент принципе высшие силы защищают лавру и пока будет развиваться благоприятно событие вот эта карта солнца давно говорит о том что очень должно быть все хорошо на данный момент и начинается но перемены будут перемены в принципе будут положительную сторону для лавры то есть лавра выходит сейчас на другой путь не знаю как это может быть проявляться именно в лавы для лавры в лавре да но будет какой-то договор еще для нам вышел старший аркан это настолько конечно потрясающее событие для именно как с негативной точки зрения потрясающе для всех православных то приверженцы именно киевской лавы руда вот посещали то есть это московский патриархат церковь тем более там еще где-то в ровенской по моему области тоже там куда-то они ломанулись высошники то есть начинает вот это вот трясти еще эту часть но но зато мы теперь можем понимать что есть все таки люди которые может быть не очень-то за россию но все-таки они приверженцы определенной церкви сама лавра как историческое место очень знаковое место она имеет огромную мощь и сколько веков уже она там стоит и тут начинается понимаете это все-таки осквернение своими грязными сапогами где-то топтаться даже если вы там что-то нашли даже если что-то там у вас не устраивает там какие-то деньги они изъяли и так далее но люди жертвуют нужны деньги на сохранение даже вот этих подземных там этих всех захоронений даже я в шоке я я язычница но я в шоке давайте посмотрим как будет дальше развиваться события для лавры пока будет ничего более или менее но потом ситуация будет неоднозначная ухты ну скажу так что дальше будет не очень хорошо развиваться ситуация давайте еще одна карта три шестое не очень будет хорошо будет конечно страшно и страшно в частности и местным священником монахом и так далее ну опасная будет ситуация не просто там что вот пришли пальчиком погрозили и ушли нет ситуация будет довольно таки складываться рискованно даже для священников ну мы понимаем что они конечно должны все со смирением принимать но но священники останутся все таки преданные своей вере преданы будут скорее всего от московскому патриархату то есть их это не изменит их как это сказать расположение края к московскому патриархату то есть их не вынудит это изменить церковь и именно определенный я имею ввиду вот именно вот этом вот подчиненного варианте придется только терпеть идти дальше несмотря ни на какие страхи нет смотря ни на что двигаться дальше стараться работать по мере возможности насколько это будут давать потому что будет сейчас складываться очень серьезная зависимость именно от поведения этих товарищей военных как будет может быть даже складываться ситуация может быть даже на фронте может быть даже какой-то и внутренний на наступить раскол самому кому-то может оказаться и священников своя жизнь дороже веры определенной дороже каких-то принципов которых они давали как это согласие служить они же все проходят определенное посвящение а вот но придется очень серьезно думать прежде чем совершать какие-то шаги прежде чем предпринимать какие-то действия придется очень и очень серьезно всем служителям лавры очень хорошо думать и порой даже принимать решение не логикой думай о интуиции а так зачастую может оказаться что это будет впустую потраченная энергия но если сейчас будет принято решение какое-то именно сейчас серьезное решение то она будет принято вовремя соответственно будет давать положительный результат и толчок для дальнейших действий для дальнейшего движения ну то есть отстаивать свои определенные принципы потому что какие бы они ни были чтобы там у них за и стенами не происходило это все-таки центр веры но я думаю высшие силы все-таки помог дадут силы отстоять это все но еще какое-то время довольно таки длительное может быть время будет ситуация такая неоднозначная подвешенном таком состоянии когда вот тут как раз может быть может вы знаете как победить именно вера вера свои силы вера в бога пройти через очередные какие-то испытания священникам чтобы вот это все вот выстоит то есть здесь будет очень серьезный удар именно по внутренним принципам и внутренним устоем самих священников обычные люди конечно когда будет видеть что вот это идет такое нападение на их церковь то соответственно это будет вызывать только возмущение но сейчас очень важно чтобы по сами священники выстояли чтобы они вот это все выдержали но сегодня приходили к нам за помощью но на другом уровне умершие умершие монахи чтобы защитили ну посмотрим посмотрим как будет развиваться события давайте посмотрим чем вот это вот действия против церкви скажется для самих проиграется для самих представителей из был такие вещи безнаказанными не должны быть принципе так как у них особых моральных принципов нет то не так уж серьезно они пострадают но потери будут у каждого особенно у тех кто участвовал вот в этом фарсе потерял он потеряет обязательно что-нибудь а то еще и кого-нибудь то есть они попали в цель цель была перед ними конкретно поставлена они ее выполнили они достигли этой цели и соответственно приложив все возможные усилия старались от как говорится от всей души то конечно самих руководства они вполне возможно получит как вознаграждение какой-то премии допустим зарплата то у них и так достаточно вот но вполне возможно что они получат но при этом многие кто там был они вынуждены были подчиняться все таки приказу а очень сомневались в правильности этих действий но кто-то возможно переусердствовал чересчур о себе возомнил что он что ему ну позволено все вполне возможно это вот один какой-то товарищ и решил что он так себе сможет набрать очки продвинуться дальше может быть по службе но в конечном итоге потеряет и вот в данном случае потеряет все этот человек то есть тот кто решил вот это вот организовать чьей подачи это было сделано да обычно и там приезжали это исполнители это ну вот тучи пришла правда не очень она хочет про рпц слушать вот но в чьей подачи было это осуществлено для него заканчивается цикл жизненный для него все заканчивается во всяком случае вот это вот удача потому что это человек сами понимаете он имеет большой статус чтобы вот дать такое распоряжение тучи вот подвинься малость то для этого человека все заканчивается карьера деньги а может быть и сама жизнь подходит к концу посмотрите сколько вышло старших арканов но пока еще ближайшее время все таки будет происходить вот это вот между не виду из былую церкви вот это вот перетягивание то есть их еще будут какое-то время дергать не давать им покоя постоянно раздражая знаете как вот это вот держать все время в тонусе постоянно держать людей в напряжении невозможно они потом начнут огрызаться и появится очень хорошая возможность выйти из этого всего церкви помогут то есть лаври помогут выйти из этой ситуации решить этот разрулить этот вопрос максимально благополучно ну нужно было пройти видимо и это испытание украинской церкви то с этим томасом то еще какой фигней ну вот теперь вот таким вот образом попытка опорочить и ну и обвинить сами понимаете это же обвинение в измене там и так далее соответственно это может повлечь определенные последствия для руководителей лавры ну вот такой получился расклад по лавре все непросто но пока они держатся то есть пока им помогает пока высшие силы прикрывают пока у них будет все удачно складываться но будут перемены которые конечно будут пытаться договориться во всяком случае но что будет дальше как будет дальше это будет зависит от вообще от событий связанных с военными туча в частности ну и вполне возможно что на фронте как будут дальше развиваться событий такие будут последствия вот такой расклад получился про обыски в лавре знаете всегда на все века посягательство на церкви какие-то до веришь ты не веришь это как говорится твои проблемы вот я уже где-то поговорила такую фразу услышала от одного мужчины политолога причем даже если вы не верите в магию не ссорьтесь с ней вот в данном случае тоже самое даже если вы не верите в бога не надо ссориться никто не знает как это может аукнется тут аукнется конечно очень сильно для всех никогда нельзя осквернять довольны вы недовольны на мерседесах они ездят золоте ходят это не ваше дело в конце концов просто не несите туда деньги да вот но если вы верите бога ну придется молчать что в принципе в основном и происходит вот просто не несите туда деньги так и тут тоже если вас что-то не устраивает ну значит каким-то образом ограничьте но осквернеть ни в коем случае нельзя ответ будет очень серьезно это бог это дом бога как бы то ни было намоленное веками ни одной сотни лет насколько я помню поэтому нельзя это было делать но для того кто это спровоцировал кто на это дал согласие тот очень серьезно пожалеет он потеряет все желаю вам всем мирного неба над головой берегите себя берегите своих близких до новых встреч а